на youtube канале как вы знаете у нас сейчас алексей находится бишкеке уже три дня он делал обзор по школам мне очень много интересного материал снял там встречи с клиентами в нашем офисе так просто по бишкеку погулял пообщался много материала не связи с этим люди пишут в комментариях добро пожаловать в бишкек алексея спасибо или я очень обрадовали удачи вам так бишкеке так вопросы кстати вот мы делали хорошее видео это было интервью с людьми которые живут сейчас в россии это мигранты которые приехали в россию из стран снг спрашивали у них по поводу америки разные ответы кто-то за свою безопасность боится хотят вот тут например батыр пишет что наоборот в америке безопасность выше так вопрос здравствуйте ваше мнение где лучше проходить через гуам или через мексику ребят все индивидуально как вы знаете сейчас на гуам можно подавать прям в аэропорту не заходя на остров иммиграционный лагерь там не предусматривает долго содержания но вы ваше дело будет выделено то есть вы пойдете по другому режиму подачи нежели бы если если бы вы допустим ехали на гуам и подавали внутри страны через 9 вокруг через штат калифорния то есть процесс будет быстрее как это работает сказать не могу но пока в данный момент мы это изучаем так что если говорить про мексику то конечно лучше мексика еще момент ребята мы сейчас можем вам уверенно говорить про гарантированный въезд мексику это проблема которая часто возникает у людей которые въезжают мексику и въехать туда не могут слава богу это не наши люди просто мы видим что происходит вообще в этой в этой сфере мексиканцы это ребята интересные для того чтобы их понять нужно пожить какое-то время в мексике вот сейчас мы уже имеем варианты въезда мексику мы их проработали не зря последнего сейчас моя поездка была это 6 месяцев я находился в мексике конечно же у нас там есть возможность какие-то моменты сглаживать вот ну и плюс сейчас очень много появилось блогеров которые пошли по нашему пути кстати мы были первооткрывателями год назад тогда это была семья из бишкек я лично сопровождал эту семью мы сделали видео и народ просто хлынул в мексику я думаю что мы были пионерами сейчас нам спину дышат конкуренты которые занимаются подобными слугами которые занимаются помощью там мексику не знаю что они делают не знаю как они помогают но то что они есть это сто процентов так по поводу консультации вернемся консультация здравствуйте так можно спросить почему 10 дней находились тихуане они сразу поехали на границу это задал вопрос аукон смотрите значит тогда на тот момент они разделились и супруга ждала просто своего мужа когда он освободится его освободили потом пошла на вот сейчас практику разделения отменили семьи не разделяют единственное что если с вами едет допустим ребенок которому уже 18 лет и более то его могут придержать в миграционном лагере выделить его в отдельный кейс в отдельное дело получится ли у вас объединить сделать семейный кейс это вопрос спорные все зависит от тех людей которые будут вам помогать и те кто будут вас фактически обслуживать на той стороне так мистер x спрашивает меня постоянно почему мы удаляем комментарии неделю назад спросил комментарии у вас стоит там две недели назад спрашивал все то же самое где комментарии почему удаляете но как удаляем но вот вы здесь вот я вас читаю я не вижу что мы вас удаляем так илья вы еще в мексике нет я сейчас не в мексике так 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 как сейчас обстоят дела в тихуана в тихуана сейчас очереди мы не используем тихуану мы используем другие приграничные город города потому что тихуана это самый раскрученный бренд тихуана вас будут встречать в аэропорту в тихуана вы будете стоять большую очередь в тихуана ведется список где вы записываетесь вот так так добрый день бэкс бэк спрашивает я гражданин киргизской республики мне 22 года как вы думаете у меня есть шансы если я подам на убежище через тихуана в сша но 22 года это такой возраст ну скажем так что вы будете в зоне риска то есть кейс должен быть очень сильный вы должны быть на сто процентов иметь за спиной какой-то груз имеется ввиду там и опасности и угрозы и так далее и причем это должно исходить не просто каких-то лица это все должно быть на уровне ваших политических убеждений если этого не будет то это будет обычно криминальное дело в сша своих криминальных дел хватает и вероятность того что они вас развернут она очень высокая так здравствуйте надо ли подавать 589 форму на границе мексика сша прося политическое убежище нет 589 форма вам нужно будет только на суде если у вас не будет формы вас не допустят до суда значит что делаем мы то есть мы заполняем вашу форму 589 там есть раздел где указана причина вашим вашей подачи на убежище вместо на самом деле там очень мало если говорить на журналистском сленге хватит где-то примерно на 350 400 знаков наш кейс намного больше это будет приложением к вашей форме все конечно же будет переводиться так идем дальше так ищу попутчика в америку через мексику удачи так гомес или карлос карлос гомес фамилия гоме зовут карлос причем карлос гомес гомес атлант вы лучшие спасибо да нормально инфо скажите пожалуйста почему нет видео с границы что сейчас происходит сделайте видео будет в ближайшее время видео с границы поедем специально чтобы этим вопросом заняться так ребят еще один такой момент хотел о нем сказать я о нем сейчас скажу у нас был парень которому помогали подать на убежище он оказался в миграционном лагере на связь со мной вышел его поручитель он был очень дерзкий был очень грубый начал на нас наезжать что там доказывать вот но и потом он исчез парень находился в миграционном лагере около шести месяцев вот потом он освободился и начал троллить начал троллить мне в инстаграме причем не просто писать там публичный троллинг я бы сразу это увидела просто начал вытаскивать из комментариев наших людей что-то им рассказывать но естественно что люди у нас нам доверяют они мне прислали скрины то что он там пишет в общем что там получилось мы ему помогали сделать кейс как он проходил неизвестно потому что для того чтобы сказать что мы сделали кейс плохой или сказать что в нем было очень много воды нам нужно предоставить определенные документы например протокол допроса второго интервью я увижу да что там тут есть видео ваши подготовки увижу протокол допроса мы сделаем сравнение допустим что говорили вы что мы с вами проговаривали вот по поводу того что то есть там что получилось человек говорит что в общем с нашим кейсом находился там долго потому что было очень много воды я не могу сказать что там у него было потому что я не видел не вижу у меня нет обратной связи вот и он заявляет что я сам типа он сам подкорректировал свой кейс и только благодаря этому его отпустили ну хорошо то есть если мы знаем о вас сто процентов имеем сто процентов информации о том что у вас есть на самом деле потому что у нас все кейсы настоящие а вы что-то там внесли то скорее всего вы внесли что-то от себя и что-то там придумали я так думаю что в иммиграционном лагере вам подсказали как допустим что-то там себе дополнительно включить что на самом деле с вами не происходило и тем самым вы себе там обеспечите быстрый выход но выход на самом деле обеспечивается хорошим поручителем и тем что вы делаете внутри лагеря не тем что вы просто берете себе корректируете кейс не факт что но вернее давайте посмотрим у вас будет суд вот я так думаю что кейс вас у вас уже действительно состоит из воды только это вода называется ложью я так думаю что вы там много что приврали и если выяснится что вы обманули на самом деле это намного хуже если вы там провели на один месяц больше в иммиграционном лагере и допустим вышли бы с настоящим кейсом потому что американцы они принимают всех но как говорил наш друг известный адвокат из нью-йорка до что они принимают всех но самое страшное что может быть это вводить в заблуждение обманывать американские власти рано или поздно поверьте мне они узнают и у вас будут большие проблемы так что не факт что вы сделали себе лучше вот а то что вы занимаетесь троллингом при этом но хорошо выйдите на публичный троллинг я вам покажу как мы с этим боремся тем более что мы знаем о вас чуть больше чем знаете о себе вы сами вот то что связано с тем что вы говорите что у нас там много людей которые находятся в иммиграционном лагере от нашей компании но сейчас настоящий момент от нашей компании там по-моему 5 или 6 5 5 человек 5 человек один вышел значит скорость выхода у нас был рекорд человек вышел через четыре недели у нас есть на нашем канале он вышел под статус пароля вот ребята опять же возвращаясь к поручителю и к выходу быстрому выходу если у вас сильный кейс если у вас нормальный поручитель то вы выйдете быстро даже у меня был такой пример когда три нет два двое ребят из узбекистана они хотели выйти под бонд там долго принималось решение выставили там какую-то неимоверную сумму бонда несмотря на то что там оплачиваешь всего десять процентов вот и в общем все это у них подвисло потом поменялся иммиграционный офицер как раз был чемпионат мира по футболу сборная россии проиграла на тот момент сборной хорватии и на радостях иммиграционных офицер их вызвала сказал что мы выпускаем вас под статус пароля и эти ребята находятся уже в сша ну и в общем они собственно уже на свободе то есть даже такое бывает а бывает что держит долго например у меня ребят допустим выходит быстро а кто-то там находится дольше все зависит от многих факторов от каких факторов мы вам можем рассказать в личной беседе но опять же должен быть человек который у вас там в сша еще момент кстати вот был вопрос я его пропустил что сейчас с поправка лотенберга поправка лотенберга в этом году работает единственное изменение связанное с подачей в москве в моме эти ребята в мол вообще конкретно отказались этим заниматься сейчас процедура и порядок немножко изменился как он изменился вы можете узнать у меня в личной консультации но использовать поправку лотенберга можно причем сейчас точно регламентированные сроки это не больше шести месяцев рассмотрения но у вас должен быть прямой родственник в сша вот и второй момент то что связано с убежищем и подачи по дипломатическому режиму когда вы подаете в своей стране это раньше было в москве опять же раньше этим занимался мом сейчас этим занимается другая организация уполномоченная организация которая взаимодействует с посольством но это делать можно мы не делаем это в москве мы делаем это в близлежащей стране я не буду говорить в какой потому что это коммерческая тайна если я сейчас скажу это то опять толпы начнут это использовать ребята если вы там планируете заниматься этим и переехать узнавайте для себя все сами не надо пользоваться нашей информации достаточно того что уже используется наша информация по мексике вот так друзья подписывайтесь на наш канал заходите на наши сайты удачи вам миграции всем всего доброго пока